В марте 1997 года ученый совет БГТУ БГТУ принял решение об образовании Института международного бизнеса и коммуникации, ИМБК. Это первый институт, созданный в структуре университета. Военмех всегда славился высоким качеством подготовки инженерных кадров. Многие его выпускники стали выдающимися организаторами оборонной и гражданской промышленности. В условиях рыночной экономики появление Института международного бизнеса и коммуникации в структуре БГТУ было продиктовано острой потребностью в экономико-управленческих кадрах новой формации. В начале 90-х годов появилась необходимость подготовки кадров высшей квалификации для промышленных предприятий. И в связи с этим в рамках нашего института был образован Институт международного бизнеса и коммуникации. С самого начала этот институт был ориентирован на подготовку специалистов для международных отношений, для международных связей. Мы готовим специалистов, которые работают на совместных предприятиях. И в этом смысле им необходимо получать знания в области экономики управления, в области лингвистической подготовки. Они должны хорошо владеть предметной областью. И МБК один из первых начал готовить специалистов международного уровня в экономико-управленческой и социально-политической областях. Это происходит на двух факультетах – Международного промышленного менеджмента и гуманитарном. Факультет Международного промышленного менеджмента образован в Вейнмехе в 1992 году. Четыре базовые кафедры факультета – экономической теории, экономики и управления предпринимательством, промышленного менеджмента и иностранных языков – реализуют подготовку инженеров, бакалавров и магистов. В середине прошлого века на Западе появились бизнес-школы, которые готовили специалистов-менеджеров для малого и среднего бизнеса. В конце 90-х годов такая потребность появилась и в нашей стране. И наш институт – это по существу аналог бизнес-школ, которые появились при ведущих университетах мира. На факультете по направлениям и специальностям менеджмент и экономика и управления на предприятиях готовят специалистов широкого профиля в экономико-управленческой области. В рамках этих специальностей реализуются следующие специализации – международный промышленный менеджмент, экологический менеджмент, менеджмент туризма и путешествий, гостиничный и туристический бизнес, правовое регулирование хозяйственной деятельности. В настоящее время факультет проводит обучение по новому перспективному направлению – лингвистика и новые информационные технологии. Меня очень привлекает эта профессия. Многие мои знакомые получили очень престижную работу после пятого курса, окончив именно этот технический вуз. И я очень общительный человек на самом деле. И этот университет, я думаю, поможет мне в будущем достойную профессию найти. Гуманитарный факультет производит обучение по специальности политология. Выпускники этого факультета обладают знаниями в области политического прогнозирования и моделирования социально-политических процессов. Гуманитарный факультет – один из первых в Петербурге – открыл набор на новую перспективную специальность – социальная антропология. Факультет активно работает в области подготовки научных кадров высшей квалификации. Сюда я поступил только потому, что я хочу работать с интересными идеями, а также хочу найти людей, которые очень хорошо разбираются в бизнесе. Мне очень нравится работать в этой сфере, так как сейчас я являюсь представителем компании, которая представляет услуги «Доступ в интернет» и работаю в ее маркетинговом отделе. Что мне хочется сказать в нашем институте – это то, что он соединяет людей, которые хотят поделиться своими новыми идеями, а также нам просто нравится учиться вместе. Подготовка абитуриентов проводится на ежегодных подготовительных курсах. Эффективность курсов весьма высока. Около 80% абитуриентов после окончания подготовительных курсов успешно сдают вступительные экзамены. И МБК БГТУ имеет центры довузовской подготовки во многих регионах страны. Важным аспектом подготовки специалистов является объектная область, которую мы готовим наших выпускников. Это, прежде всего, инженерная подготовка, к которой мы уделяем большое внимание и которой всегда славился ВНМЕХ. Сочетание разных дисциплин, которые объединены в одной специальности, дает нашему выпускнику возможность после окончания университета очень быстро продвигаться по карьерной лестнице. Поскольку знания во всех этих областях друг друга дополняют и позволяют ему занимать с самого начала достаточно высокие руководящие посты. В институте на государственной основе обучается около 500 студентов. Кроме этого, свыше 200 студентов проходят обучение на контрактной основе. Студенты дневной формы обучения могут получить военную специальность на факультете военного обучения. ВНМЕХ всегда славился высоким качеством преподавания. Я поступила в институт в 2000 году. Мне очень нравится ВНМЕХ, потому что мне бы хотелось заниматься наукой. Здесь прекрасные преподаватели, прекрасные учебные программы, высокое классическое образование, очень фундаментальное, я надеюсь, получить. Я хорошо учусь, на самом деле мне здесь легко. И я люблю свой университет. Весь коллектив ИМБК, от работников деканата до финансово-экономического отдела института, нацелен на профессиональную работу со студентами. Профессорско-преподавательский состав ИМБК около 200 человек. В их числе свыше 40 докторов наук и 120 кандидатов. В учебном процессе принимают участие ведущие преподаватели БГТУ, высококвалифицированные специалисты Санкт-Петербурга с опытом работы в управлении производством и бизнесе. Отличной чертой нашего института являются высококвалифицированные преподаватели, которые не только читают лекции, но и развивают наши программы. Это творчески мыслящие люди. Мы ориентируемся на очень способных студентов, которые приходят к нам в институт и проходят очень жесткий конкурсный отбор. Студенты ИМБК изучают два иностранных языка. Первый, как основной, доводится до профессионального уровня владения. Второй – до уровня приобретения навыков общения. Дисциплины по коммуникации в международном бизнесе читаются преподавателями американской международной школы Educational Services International, ESI. Это обеспечивает не только свободное владение деловым английским языком и основами международного бизнеса, но и позволяет студентам получить международный сертификат школы ESI. В рамках повышения квалификации педагогов ИМБК активно сотрудничает с Манчестерской школой бизнеса МБС Великобритании. Большое внимание в наших образовательных программах мы уделяем международной составляющей. Здесь мы сотрудничаем с Международной школой бизнеса из города Будда уже на протяжении 10 лет, которая оценена российским и норвежскими правительствами как одна из самых интересных за последние годы программ, реализуемых между Россией и Норвегией. В частности, БГТУ вот уже 10 лет обучает часть своих студентов по российско-норвежской программе Мастер оф бизнес, администрейшн энд инжиниринг, MBAE. Параллельно с основным образованием обучение по этой программе проходит на иностранном языке, после чего выпускники получают второй диплом европейского образца. Я очень рада тому, что в нашем университете развивается такое тесное сотрудничество с норвежским университетом. Эта программа дает действительно необходимые в настоящее время знания по экономике. Надеюсь, что в результате обучения, то есть по окончанию программы, у меня будет возможность продолжить обучение в Норвегии. Ну и, конечно же, что это даст мне возможность устроиться на хорошую работу. В сентябре 2001 года в Санкт-Петербурге прошла третья международная научно-практическая конференция «Образование и исследование в сфере бизнеса. Опыт и проблемы». Конференция подвела итоги десятилетнего российско-норвежского сотрудничества в области образования между БГТУ и Норвежским региональным университетом города Буды. Основная тема конференции – итоги и дальнейшее развитие российско-норвежской программы обучения студентов военмеха. Эта программа вообще выходит за рамки традиционных программ, которые реализуются в различных вузах. И это очень важно, является фактором, очень важным таким стимулом для дальнейшей нашей работы. В рамках российско-норвежской программы за десятилетний период 40 студентов военмеха получили второй диплом в Норвегии и более 500 студентов – сертификаты Норвежской школы бизнеса университета города Буды. В век информационных технологий проблема интеграции наших специалистов в европейские страны весьма актуальна. Российский выпускник вуза должен быть подготовлен так, чтобы эффективно работать в иностранной фирме. Поэтому российско-норвежская программа и дает такой комплекс знаний, чтобы будущий инженер, экономист, менеджер с полуслова понимал сотрудника западной компании и свободно ориентировался в европейском бизнес-пространстве. Эта программа предназначена именно для тех молодых людей, которые готовят себя к тому, чтобы работать на международном рынке разделения труда, к тому, чтобы не комплексовать при виде партнера из иностранной компании, а наоборот, быть готовым к созиданию. И с диплома такого уровня, конечно, наши выпускники будут востребованы на международном рынке труда, несомненно, в первую очередь. Надо сказать, что уже сегодня видны перспективы, которые позволят в настоящий момент реализовать вот тот потенциал, который имеют и российские учебные заведения, и региональные университеты города будут. По плану развития международного проекта, вскоре и МБК с помощью норвежской стороны будет готовить и магистрантов. Я одна из первых студенток, которые вступили на норвежскую землю, королевство Норвегии. Я приехала туда в 1996 году. Меня пригласили учиться на два года. Я с удовольствием отучилась. Это замечательная страна, замечательные люди. В данный момент я защитилась в июне этого года, защитила кандидатскую по теме предпринимательства, делала сравнительный анализ между Норвегией и Россией, которую собираюсь представить на этой конференции. Этот совместный образовательный проект охватил не только студентов, педагогов и ученых двух университетов России и Норвегии. В реализации проекта приняли участие политические организации, власти и бизнес двух стран. В 2000 году в ходе визита в Санкт-Петербург премьер-министр Норвегии Йенс Столпенберг посетил БГТУ Вейнмех, где дал высокую оценку российско-норвежской программе MBAE. Эта программа признана лучшей не только в нашем городе, но, может быть, это одна из лучших программ в России, имеется в виду по конечным результатам. По ее значимости для студентов нашего университета, прежде всего, значимости в зависимости от знаний, которые они получили, международного опыта, знаний международного уровня, которые так важны сегодня для нашей страны, для России. Ученый совет БГТУ Вейнме по достоинству оценил вклад норвежской стороны в дело развития совместного образовательного проекта. За большие заслуги в развитии науки и международного научного сотрудничества присвоить профессору регионального университета города Будды, Норвегия, Фруде Мелем Вик, степень почетного доктора Балтийского государственного технического университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова осуществляет программу параллельного обучения студентов в рамках второго высшего инженерного образования. Это уникальный опыт. То есть студент может получить второй диплом высшего образования по инженерной специальности. Также и выпускники инженерных факультетов университета могут получить второй диплом по специальности менеджмента. Решил получить второе высшее экономическое образование в связи с тем, что, надеюсь, это поможет в наше трудное время после окончания учебы получить достойную работу и обеспечить себе достойное существование. Так как считаю, что в наше время экономическое образование с английским языком, основанное на фундаментальном первом образовании, поможет увидеть перспективу моего развития. Мы приходим в ВНМЕХ для того, чтобы получить второе высшее образование. Повышая свое образование здесь, я думаю, в дальнейшем используют свои знания в своей служебной деятельности. Почему ВНМЕХ? Потому что диплом ВНМЕХ котируется очень сильно. Преподавательский состав, который нам преподает, имеет большую практику. Наши выпускники найдут место в этой жизни. Мы приглашаем вас в наш институт, и мы надеемся, что вы о этом выборе никогда не будете сожалеть. Институт международного бизнеса и коммуникации ВНМЕХ. Это международный уровень высшего образования. Это знание передовых коммуникационных технологий. Это профессиональное владение иностранными языками и зарубежной стажировкой. Это гарантированная работа на лучших предприятиях России, в иностранных фирмах и компаниях. Это залог успеха и удачной жизненной карьеры. ВИВАТ Академия! ВИВАТ ПРОФЕСОРС! ВИВАТ Академия! ВИВАТ ПРОФЕСОРС! ВИВАТ ПРОФЕСОРС! ВИВАТ ПРОФЕСОРС! ВИВАТ ПРОФЕСОРС! ВИВАТ ПРОФЕСОРС!